здравствуйте дорогие зрители моего канала меня зовут дмитрий я рад приветствовать вас в 34 выпуске обзора отечественных инди-игр в разработке сегодняшний выпуск посвящен конкурсу убойных гонок проходившему на форуме game def.ru с 5 июня и по 1 сентября 2015 года за это время разработчики должны были создать игру в которой есть старт есть финиш есть компьютерные соперники и нужно раньше их добраться до финиша количество участников гонки должно быть более одного технологии сеттинг контент способы передвижения все это было неважно и оставалось открытым к творчеству разработчиков ну то есть взятый контент из интернета не является чем-то противозаконным так вот конкурс неделю назад подошел к концу и участники они же судьи уже проголосовали и определили победителей мы с вами посмотрим проекты от самого последнего места к самому первому приготовьте чаек и печеньки поехали первый проект от самого организатора конкурса товарища боджа разрабатывался по всей видимости на флэше ну и наверное самый недоделанный тут у нас есть машинка есть ландшафт есть трасса изображенная светлой полосой на ландшафте есть еще какие-то кубики которые можно разбивать и толкать ну то есть некое подобие физики присутствует еще можно на машинке даже покататься не то чтобы очень увлекательное занятие но тем не менее с условиями конкурса игра не справилась вот в общем то и все что в дэнке есть ах да в нее можно поиграть в браузере тоже какой-никакой а плюс идем дальше второй проект называется ультра гравити и разрабатывал его товарищ гоуст dragon здесь у нас ховербайк симпатичный полуголой девицей зацикленной анимации развивания волос по ветру неплохой пустынный и наверное инопланетный мир управление на геймпаде и даже звуки есть но опять же игра не справляется с условиями конкурса нет ни противников не старта с финишом поэтому несмотря на приятную реализацию игра набрала чуть больше очков чем предыдущий проект хотя сомневаюсь что автор причастен ко всем этим красивым моделькам а еще тут есть невидимые стены но все равно можно выбраться за пределы уровня я умею дальше следующий проект называется red racing и разрабатывался товарищем games на blender game engine это симулятор кувыркания в машине зато здесь игра удовлетворяет правилам конкурса здесь есть противник и есть старт с финишем зато очень забавная физика да и сама карта располагает к веселым покатушкам с эффектными подпрыгиваниями и перевонорачиванием машины по любому поводу контент явно видно что взятый где-то из свободных источников тут и самолетик есть и даже машинка тягач что возит багаж от здания аэропорта до самолета но все это не важно потому что главный герой в этой игре это упоротая физика машинки дальше следующий проект носит имя сферические гонки в вакууме и разрабатывался товарищем антодок на unity 5 и это настоящий пример того что может получиться когда разработчики заняты не написанием движка а созданием игры тут у нас космические гонки с реалистичной физикой полетов в космосе разными трассами бонусами кастомизации своего корабля и различными торговцами которые каждый раз выдают рандомный набор товара в общем и целом это лучшее что было в обзоре до того вместе взятое вложено очень много усилий в игру именно в игру а не написание движка или борьбу с ним по заверению автора дизайн кораблей принадлежит его перу а наполнение космоса ресурсы найденные в сети но тем не менее перед нами очень и очень достойный конкурсант тут соблюдены все условия конкурса и с вами соревнуется не один болванчик едущий по контрольным точкам а вполне нормальный такой компьютерный соперник пытающийся также как и вы побороть злую реалистичную физику передвижения в вакууме очень нравится следующий второе место в конкурсе занял проект с названием aces of speed 3 от товарища майкл разработанный я так понимаю на visual basic это опять же автосимулятор с более-менее реалистичной физикой поведения автомобилей гоняться предстоит по круто закрученным трассам подвешенным воздухе на багги управляемым призраками любое неверное движение или ошибка грозит вам вылетом с трассы противников лучше не бортовать это неминуемый путь гибели трасса считается пройденной в любой момент когда вы пришли к финишу раньше соперников сколько для этого потребуется нарезать кругов неважно хоть игра и обошла по результатам голосования предыдущий проект про космические гонки мне он понравился больше написание своего мини движка это конечно занятие благородное но из-за этого в игре тупо катастрофически мало контента давайте посмотрим кто у нас там в победителях ну и первое место в конкурсе по праву занимает проект с названием random road rally race от товарища родинатор что характерно сделанный на юнити здесь нам предстоит соревноваться с компьютерным противником на рандомно регенерируемых трассах причем противники довольно неплохо справляются с рулением хоть и используют все один и тот же алгоритм движения от чего либо собираются в толкучку либо едут по ниточке друг за другом крутой музон классные тачки также управляемые призраками и довольно интересные игровые ситуации если не отставать от кучки компьютерных противников если отстал все скукотища кстати тут еще и повреждения на машинах отображаются вот такой вот крутой конкурсный проект который совершенно правильно занимает первое место в конкурсе убойных гонок 2015 вот собственно и все очередной конкурс на game dev ru подошел к концу все ссылки на все проекты вы можете найти в описании к этому видео я кстати хотел еще поглядеть призеров прошлого конкурса гонок что проходил в 2011 году а половина ссылок на проекты уже утеряна но я нарыл тогдашний обзор конкурса и знаете что я хочу сказать нынешний конкурс гонок это долбанная деградация тогда и проектов было больше на и качеством они были получше а если учесть что никаких бесплатных готовых движков в ту пору не было так и совсем тоска берет нет я конечно понимаю все мы взрослеем у всех у нас все больше обязанностей и все меньше свободного времени но все равно как-то печально на что не глянь закончена игра хоть час в steam или google play а теперь только два проекта могут пойти куда-то дальше чем тема конкурса на форуме и это печально но не стоит расстраиваться будет еще куча интересных конкурсов я уверен будет еще куча интересных проектов а спонсорами сегодняшнего выпуска стали алекс 04 91 огур низкополигональный марселио камергер диабло бородатый задрот и димитрополис спасибо им огромное от меня и от лица всех инди разработчиков которые благодаря попаданию в этот обзор получили свою капельку внимания со стороны зрителей но если вы также чувствуете жгучее желание помочь обзору и отечественным инди разработчикам финансово в описании к этому видео вы найдете все необходимые реквизиты за сим разрешите откланяться пишите какой проект в обзоре понравился вам больше всего и почему не забывайте ставить лайки и подписываться на канал если вы еще не играйте и разрабатывайте только хорошие игры увидимся через неделю с вами был дмитрий всем пока пока а